Всем привет, ребята! Приветствую вас на своем канале, меня зовут Настя, я ученый-биолог, и последние три года учусь и работаю в Германии, и мой канал посвящен моему пути в науке, а также образованию в Германии. Если вам интересна эта тема, то, конечно же, подписывайтесь, и сегодня мы обсудим топ-6 пунктов, почему стоит выбрать именно магистратуру и именно в Германии. Итак, пункт первый — поступать на бакалавриат после школы сразу напрямую нельзя, а вот на магистратуру после бакалавриата можно. Не стоит расстраиваться и думать, что ваш поезд ушел, раз вы не задумались о поступлении за границу сразу после школы. В Германии, в отличие от России, есть не 11, а целых 12 или даже 13 классов школьного образования, поэтому поступать сразу после нашей школы в бакалавриат нельзя. Чтобы поступить на бакалавриат, вам потребуется окончить несколько курсов в университете в вашей стране, либо окончить пару лет образования в студио-нкале в Германии. Тут я хочу посоветовать вам посмотреть интервью с Яной, которая все же осмелилась на этот шаг и как раз закончила бакалавриат в Германии. Мы подробно с ней поговорили о ее пути в образовании, но вот в магистратуру сразу после бакалавриата поступать можно. Пункт номер два — образование в Германии бесплатное. Для граждан страны, а также для иностранных студентов образование в Германии бесплатное. Конечно же, это касается только государственных учреждений, и также стоит помнить, что есть семестровый взнос, но он обычно небольшой, где-то 100-400 евро в семестр. Из-за этого вы получите студенческий билет, который позволяет вам бесплатно путешествовать и пользоваться любым транспортом на территории вашей земли, то есть на территории, на которой находится ваш университет. Кроме того, студенческий билет дает большие скидки в опере, в музеи, в театрах, и конкретно в моем случае я платила 378 евро в семестр и, собственно, получала все эти плюшки. Самый сложный момент, с которым сталкиваются все поступающие в Германию, это то, что при получении студенческой визы вам необходимо доказать, что вы сможете прожить будущий год, а именно вам необходимо иметь замороженную сумму на специальном счете. Отличается этот счет от обычного тем, что вы имеете право снимать каждый месяц только определенную сумму, и на год вам необходимо иметь 10-300 евро. Сумма получается немаленькая, поэтому переходим к следующему пункту, который поможет нам с этим вопросом. Стипендии охотнее дают на программы магистратуры и аспирантуры. Не все могут позволить себе такой счет, поэтому стоит обратить внимание на стипендии. На сайте ДААД представлена информация, что стипендии не выдаются на бакалавриат, но зато есть много различных для магистратуры и аспирантуры. И также зачастую сам университет, в который вы поступаете, может выделить несколько стипендий. Пункт номер 4. Можно совмещать работу и учебу. Еще один немаловажный плюс магистратуры, что довольно-таки легко совмещать учебу и работу. По студенческой визе вы имеете право работать не более 20 часов в неделю. И немножко поделюсь своим опытом. Я работала в течение всего обучения, то есть все два года магистратуры, и работала 15 часов в неделю. Платить вам будут по минимальной ставке. Это примерно 10 евро в час, что не особо отличается по всей Германии. Но при этом, конечно же, на жилье или какие-то другие нужды вы будете немножко по-разному тратить в той или иной части страны. Так, например, в Саксонии довольно-таки недорогое жилье. И вот 15 часов в неделю совершенно полностью хватает для того, чтобы спокойно жить. Где-то 200 евро стоит в месяц. Стоит комната в общежитии или при съеме жилья, где за 100 с небольшим будет вам обходиться студенческая страховка. Но все остальное останется для ваших личных нужд и трат на еду или путешествия. Поэтому по своему опыту могу сказать, что вот 15 часов в неделю мне совершенно полностью хватало. И также хочу посоветовать посмотреть мои разные видосы про мои разные работы. Почти каждый семестр мне удавалось менять лабораторию, в которой я работала. И каждый раз это был какой-то новый интересный проект. Я с удовольствием делилась подробностями в видосах, так что смотрите обязательно. А мы переходим к пункту номер 5. Больше программ на английском языке. Магистрских интернациональных программ на английском языке гораздо больше, чем бакалаврских. Так, если вновь обратиться к сайту Duat, то там можно найти, что бакалаврских программ на английском языке будет около 140 вариантов. А вот магистрских почти в 8 раз больше, больше 1000. А значит гораздо больше шанс найти идеальную программу лично для вас. И кроме того, в прошлом видео я рассказала, как искала свою программу. То есть как найти магистрскую программу в медицинском направлении. И последний пункт. Для поступления не нужны профильные экзамены. Еще один весомый плюс. Нет профильных экзаменов, а для поступления вам необходимо только собрать нужный пакет документов. Единственный экзамен, который придется сдавать, это экзамен по языку. И как раз в прошлом видео я рассказала, какой именно уровень языка требуется в случае IELTS либо TOEFL. Это действительно очень крутая особенность поступления в магистратуру в Германии. Но в то же время обращу внимание, что есть исключения из этого правила. Вот так, например, в моем случае где-то из 10 вариантов, которые я подобрала для себя, когда искала магистратуру, в один, а именно в университет Гетингена, все-таки экзамен был. Так что почти никогда экзаменов нет, но все-таки исключения есть. И смотрите внимательно на правила поступления в конкретные вузы. Вот такой список у меня получился. Так что ни в коем случае не бойтесь, пробуйте, пробуйте поступать, и у вас обязательно все получится, как это вышло у меня. Обязательно смотрите ссылки в описании на всякие полезные видосы на группу о Дрездене и на все сайты, о которых я сегодня упоминала в видео. Большое спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если оно казалось вам полезным, то, пожалуйста, поддержите его лайком. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И увидимся в новых видео. Всем пока!